Мы живем в репутации людей, которые украли, убили, своровали. В России значимое количество хороших репутаций, но мощность этих примеров слишком низкая. Мы подготавливаем поколение ментальных иммигрантов. Так кто совершает пакость? Часто у людей стоит выбор – успех или сохранить лицо, деньги или сохранить лицо. В каких ситуациях люди могут выбирать выгоду? Дело в том, что люди поступают таким образом. Первое – как они воспитаны, то есть какой внутренний цензор или какая внутренняя установка у них есть на то, как поступать в той или иной ситуации. И второе – как внешняя среда стимулирует или предлагает им поступить. И в данном вопросе я бы обратил внимание, что 99% влияния на то, как человек в контексте поступит, зависит от внешней среды. А что, если эта среда так настроенная является достаточно распространенным тегом, социально непорицаемым, более того, социально воспроизводимым? То есть очень много ролевых моделей взрослых присутствует, на которых смотрят будущие взрослые, то есть дети, и копируют такое поведение. И я приведу очень простой пример. Например, сегодня в России, да и во всем мире, в общем-то, не считается порицаемым, подчеркиваю, порицаемым обществом производить алко-наркотические вещества. Не считается. То есть, если ты производитель алко-наркотического вещества, ты уважаемый бизнесмен, ты можешь выступать публично. И хоть и реклама алкоголя и алко-наркотических веществ запрещена, то ты своим публичным появлением, олицетворяя свою компанию и так далее, что делаешь? Подготавливаешь людей к употреблению алко-наркотических веществ. И производители алко-наркотических веществ, перевозчики, распространители, рекламисты и так далее, они сегодня во всем мире не являются подвергаемыми социальной обструкции и так далее людьми. А вообще есть институты репутации, в том числе в нашей стране? Скажем так, в обществах, которые живут очень богато, процветающие, я бы так сказал, репутация является одним из основных активов. Там очень много людей или организаций, которые создают репутацию и дорожат этой репутацией. Если посмотреть на Россию, то очень интересное явление, каждый человек может задать себе вопрос, а сколько я знаю организаций с значимой для меня репутацией? Не силового рода, скажем так, да, там ФСБ, КГБ и прочие там МВД и прочих силовиков, давайте уберем. То есть не силового рода, а такого общественно влиятельной организации с очень значимой для меня репутацией. И можно заметить, что в России не очень значительно-то, в общем-то, примеров. То есть на самом деле, когда люди или организации не создают или не накапливают репутацию, они не могут производить общественно значимые продукты, инициативы, проекты, общественно значимые для многих стран, для групп стран или для всего человечества, ну для всей планеты. Мощность свечения или мощность делания чего угодно очень небольшая, что и происходит в России. То есть вроде делаем все то же самое, что и американцы, да, что китайцы. Почему мощность этого настолько ниже, чем то, что китайцы делают? Почему? Очень просто. Мы не создаем значимой в мировом масштабе репутации. Общества, процветающие, обязаны уметь создавать людей и организации, обладающие безусловной репутацией, мировой значимости. Этого в России пока слишком мало. Это как раз вызов. То, что нам предстоит научиться делать. То, чем нам предстоит овладеть. Мы на пути к этому, мы обязательно это научимся вместе, будучи объединенными. Зная, что у нас получится, мы это сделаем. А вот еще мне интересно, вот вы в своей компании, вот как занимались репутацией? Было ли это вообще такое целенаправленное какое-то действие? После того, как мы выжили, сперва любой человек или организация беспокоена своим выживанием. После того, когда мы выжили и решили вопросы, ну, такого вот первичного выживания, это справедливо и для людей, и для организации, да? Мы начали повышать эффективность наших организационных систем, производительность труда, эффективность работы, продуктивность и так далее. Вот. И после этого только перешли к наращиванию актива под названием репутация. Репутация – это нематериальный актив доверия, кумулятивный ресурс доверия. Это когда очень много людей безусловно доверяет. Репутация не является, ну, так, безусловным активом, то есть, ну, так называемым самодавлеющим благом. Репутация – это способность создавать кумулятивный эффект доверия, которые можно использовать в благих целях и в других целях каких-то. Вы вообще имеете дело с людьми, у которых плохая репутация? Ну, мне нечего делать с людьми, которые строят свой репутационный капитал на крови, на воровстве, на пилении. Ну, я чувствую себя не очень хорошо, когда я с такими людьми, правда. Я не считаю себя обязанным предъявлять им что-либо, понятно, да? Я считаю себя обязанным увлеченно и усердно строить такое сообщество, ну, вместе с тем, с кем мы объединены одним таким стремлением, в котором не пропихнуться людям, которые воруют, грабят и создают негативный репутационный капитал. Плотность социальной ткани, которую мы должны создать здесь, должна быть разнообразная и очень плотная. И тогда люди с негативной репутацией будут, смотрите, вытеснены сперва на периферию, потом на дальнюю периферию, потом они, наверное, вынуждены будут преобразоваться в людей с позитивной репутацией, и я добра им желаю, но не призывами, типа, вот, вы неправильно живете, не-не-не-не, зачем? Они сами примут это решение, когда мы их лишим средств к существованию и заберем у них экономические подосновы действий, плотно засеяв наш газон социально преобразующих, социально позитивных людей, да, объединивших, взявших за руки. Ну, все, не надо. Мироздание так устроено, что борьба наихудшее, что придумано людьми. Плотность социальной ткани и лишение жизненного пространства лучше всего работает. Давайте попробуем привести пример хороших репутаций. В России значимое количество хороших репутаций, но мощность этих примеров слишком низкая. То есть необходимо наращивать количество ролевых моделей людей с мощной репутацией мирового масштаба, как Гагарин когда-то. Например, если взять мою компанию Технониколь, это один из феноменальных примеров, но с точки зрения мира это недостаточно крупный и значимый пример. И более того, любое общество становится сильным и процветающим, когда разнообразие репутаций созидательного свойства, ролевых моделей, на которые смотрят родители при воспитании себя и своих детей. В моем детстве мы смотрели фильмы, там, индейцы, там, Чингачгук, Большой змеи, я всегда говорю, вот я как он буду. Сейчас молодежь смотрит другие фильмы и тоже ассоциирует себя с героями этих фильмов и тоже говорит, я буду как он. Так вот, как кто я буду, это очень важно. И когда у нас в России в линейке «я буду как он» отсутствуют значимые фигуры, это означает, что мы подготавливаем поколение ментальных иммигрантов. Это очень важно понимать. Отсутствие ролевых моделей в нашем рунете, то, скажем так, в теге нашей страны, нашего общества. Не поощрение к созданию героев из предпринимателей и бизнесменов, которые создают великие компании, как Сергей Галецкий магнит. Почему эти люди у нас в стране не являются национальными героями? Америка использует на полную катушку потенциал вывода ролевых моделей и брендов. Илон Маск, Безос и так далее. Я хочу, чтобы в России была очень разнообразная и мощная линейка наших национальных героев. Поэтому я выискиваю таких людей, я пишу о них книги. Недавно я написал книгу «Отец» с Абдулманапом Нурмагамедовым. Он, к сожалению, ушел в иной мир. И наши действия по написанию с ним этой книги – это наследие, которое нам удалось зафиксировать и оставить его для следующих поколений. А Абдулманапом Нурмагамедов является тем самым человеком, которого я ставлю на линейку ролевых моделей. Почему у нас среди ролевых моделей в России жулики и воры? Почему каждый раз мы, открывая любой СМИ, любой портал, смотрим, он украл столько? То есть, если человек построил школу, да, мы не видим о нем сообщений. Если он украл миллиард, все газеты напечатали. Я сейчас не предъявляю никому претензий. Я говорю, мы так организовали свой быт, свою жизнь. Мы живем в репутации людей, которые украли, убили, своровали, распилили бюджет. Мы сознательно окружаем себя информацией про это. Это так называемый негативный репутационный капитал. Так чего же мы хотим от наших детей, от будущих взрослых? Ибо они растут в этом соусе, и они видят эту как норму. И они, когда вырастут, они будут совершать точно такие же, подчеркиваю, поступки. А люди будут вокруг говорить, они совершают пакость. Так кто совершает пакость? У меня большой вопрос.